Не, ну даже если договор, то у них лично, ни у кого личные карточки нет. Ни у кого? У одного. Ой, один показал тебе, ура. А он в начале там? А больше нет, и то, это руководитель, он в гражданстве. Сейчас мы уцаеваешься там. А у окнатики никого нет. Ну как же? Ну здесь вот есть. Показывают мне. Да и все. Да не показывают тебе ничего, говорят ничего нет. Вот как, что, что, договора нет, что эти частные охраны с этим предприятием. Так, где договоры нет. А у них, ну собственно сейчас, у них есть решение о некоррежном суда. Все, вот сейчас вот читали, что они должны охранять по лотану номер один сотрудниками ведомства защиты. Которым заключен договор. Договор им не подхарен. Отправников нет личных карточек. То есть документ у них не официальный, не опорный. Я об этом говорю с судебным приставом. Здесь вот, это, у меня из полиции тоже. Они меня не служат, да? Не, ну они говорят, ты, это, сейчас у тебя будет протокол, ты решаешь, проходи. А твой тут человеческий. У меня уже на охранника составили протокол, что он их не пускал. Будет они пристреление, пожалуйста, у наших сотрудников. Сейчас наши сотрудники будут записывать по имени ваших сотрудников, они будут проходить. Все понятно, давайте. Вот частая охрана. Иди сюда. Ну давай. Вот я это вам покажу, чтобы вы не знали. Вот это написано. Номер лицензии. Номер его билета. И что он несет. И за подписью начальника областной решения. Если такой нет, это недействительно. Вы понимаете ли? Понимаете, что вот эти все люди, наверное, сюда не просто так пришли? Да они просто приехали, уже неделю здесь сидят. Нет, это не важно. Да это и любой вопрос. Ну а если они не подготовлены? У них документы, что доверяющие личности? Нету. Вот он. Что он не умеет. Полиция убедилась бы там. Ну что он есть? Это у них. Они являются сотрудниками участкового охрана. Ну и что они? Вот. Все остальное. Еще раз. Это остальное все. И это ерунда. Понимаете? Это вам заканчивается. Вот разговаривание. Ну вы верите, пожалуйста. Если вас еще раз. Ваши уговорки, что-то не управлены? Что-то не берет. Да меня ничего не устраивает. Я просто не могу запустить людей, которые неправильно оформлены. Как они неправильно оформлены? Да во-первых, где уговор с ними? Тут в посадовлении сюда написано, что они должны охранять болоту номер один. Этот блок номер один мне никто не показал. Это может быть отдельный цех. Это может быть туалет. Может какая-нибудь там комната с деньгами или там с этим. То есть они должны. Они сейчас по всему заводу разойдутся, как тараканы, и будут там работать. Что вы можете пояснить по данному поводу? Еще раз. Я не знаю почему. Еще раз. Как я вам говорю. Пришли. Вы видите. Люди. На машине приехали в ночное время. Соответственно. Сотрудник охраны нажал кнопку. Тревольсинг газ. Позвонил мне приезжайся. Тут непонятно. Я их приезжал. Да. Вот и все. А нажимали, эта кнопка проходит. Она проходит сразу в ОВД. По всем приказам ОВД. Мы должны всякую тревогу дублировать в органы внутренних дел. Почему мы ее проинформируем? Все. То есть вы поясняете, что в вечернее время или в ночное время? Ну это было в 19.00 или в 10.00. В 19.00 приехали люди. Конечно. Конечно. Приехали люди. На черных выскочили. Кто знает чего. Соответственно. Звонок нажал как кнопка. Затонированные стекла. Как так же сделали? А это был уставший из спины сделал. Правильно нажал кнопку. Тереволе сигнализации. Вы это можете у него спросить. Как он нажал? Ну он сказал. Я вам просто говорю, как это работает система. Еще раз. Мне это сказали. Я сюда приехал, да. Как увидел, что он здесь столкится, узнал, спросил, кто старше. Какого вопроса. Мне зачитали решение. И сюда. Вот что, сюда должны войти. Сейчас на охранный костюре. 50 лет октября 134. Походите ко мне сюда. И у кого нет лишних карточек, сделайте, пожалуйста, ответ. Я вот это вам. Вы же сразу делали. Вы и оформляйте документы. Так, ну вот, все упустили, я вам сейчас это записываю. И как тараканы разбегаются по всему территории заводчику. Ну и нет. Можете записать, что сотрудники прибывшего кедра защиты или кедра просто не имеют при себе обязательных речных карточек, утвержденных сначала приказом МВД, а потом приказом Росгвардии. Это можете записать. А потом, пускай, областные разрешители будут разбираться. Я против. Вы можете еще записать, чтобы несли службу люди, не имеющие полный на это право. В соответствии с законом. Личная карточка дается, когда человек принимается в частной охранной предприятии. Вы дается сразу личная карточка. Я просто поясняю, а он спрашивает. Я вас понял. Все, да. Более подробно пояснить нечего, правильно? Пока нет. Потом, пункт. Владимир Анатольевич, танцы у вас, пожалуйста. Давай. Саша. Вот они здесь. Вы дверь закрыли, все. Они вот на территории, вот они охраняют. А вы дверь там закрыли. Дальше там они не должны быть. Почему нет? Вот скажите, почему нет? Вот все запустили. Все здесь стоят. охраняется, кто мешает, кто мешает, а до этого пишут, лоб номер один, а в луке один написано, цех номер пять, цех номер три, волерная, или склады какие, и они там в их складу будут стоять и охранять. Их суд решил запустить сюда, для охраны своего имущества. А где оно имущество? Должно быть список тогда имущества. У кого? Кто? Застрелитель. Ну что, бывает, это часто охранные предприятия. А земляк преимущества, значит, представитель организаций, которые это вынесли. Ну вы что, вы как эти дети, вы вроде взрослых человек, а разговариваете со мной хотя бы. Ну вы же понимаете, вы не проводите, вы не подготовлены. Мы не обязаны это делать. Мы обязаны допустить. Ну запустил я их. Запустили. Дверь будет закрыть. А это что, на территорию? Мы выполнили. Дальше не будем пускать. Проходите. Нет, ну, закройте дверь, дальше не пускают. Вы согласны? Нет, я просто вот так вот просто говорю. Вы согласны мне? Мы выполнили. Сейчас вместе садим, клянем там стулья, все, чай, напарим, ребят, все. И пока они не принесут список объектов, которых они должны расстоять, и как они их должны охранять. Ну извините. Они до этого, я просто говорю, не идти, сидели в машину, не выпускают никто. Пожалуйста. Разве это в прозе? Мы не вмешиваемся. Они к нам не вмешиваются. А вот сейчас они, что они своруют? Я вам, например, не уверен. Не вмешиваются они к чему? Потому что не было у нас отставания. А если отставание, если там выйти, то, соответственно, это уже... Оставание, если там выйти, то 2-го числа, если я как-то правильно посмотрел, сегодня наша четвертая. Предъявлено сегодня. Во сколько? Ну, мы времени не ставим. 5 вечера. Ну, а почему? А почему не бросить? Нет, это разница большая. Нет, разница абсолютно никакой. Лиз немедленно исполняется. Да вы как, вы не понимаете, ночью грабят. Они заходят на объект, отгормят им хущество. Исполняющие, когда они закачивают. Ну, я ради против. Ну, что вы, я ради против. Они на территории живут. Дальше не выпускают. Хотят там, стоят у ворот, на машине сидят, раз. Дальше этих ворот, дверей, мы их не пускаем. Хотят с моста сходить. Там вся территория видна. С одного моста, с другого моста. Анатольевич, вы на территории стоите. Все, вы на территории стоите, дальше никто не проходит. Вы на территории уже, молодцы. Нет, вы скажите, чтобы не нарушить. Дальше территория не проходит, если написано конкретно. Нет, все. Далее вы не зашли в территорию. Стойте. Ну, покажите его. Вот лот номер один. А почему нет? А почему нет? Покажите решение. Покажите, я вам решение. Мы его сейчас идентифицируем и зайдем в территории. Давайте, пожалуйста, пройдем и будем выбрать его территорию. С кем мы с вами и снимем? С на всеми. С на всеми. С на всеми. Давайте мы вместе с вами зайдем. Давайте попробуем. Зачем они здесь? Нет. А потом мы их тогда расставим около каждого имущества. Мы сейчас смотрим. Не будем терять время. Давайте. Ничего. Время, как говорится, у нас, вы сами сказали, и работаем всю ночь. У нас есть обязательства обеспечить господь на территорию. Мы зашли. Мы зашли на территорию. Вот она, территория. Пойдемте. А мы на тренинде? Да, пожалуйста. А мы уже определим визуально. Пойдемте искать столбель ядов. Куда? Пойдемте. В помещении. Позже. Пойдемте. 마� обычное ansch serious emergency operation. Мне пришлось. Масшет тварь. Наши... Мы при этом мы будем. Двоим, не беремok. Пойдемте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!